Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Сегодня я расскажу о питательной и натуральной подкормке для смородины в августе и сентябре. Никаких затрат эта подкормка не потребует, зато следующим летом увидите результат. Смородина будет крупная размером с 2 рублевую монету и ягод будет много. Данный опыт подкормки смородиных кустов, да и крыжовника тоже, я переняла у моих южных коллег. Дело в том, что на юге у каждого в огороде растет бахча. Садоводы придумали эти корочки резать и раскладывать под кустами. Но у нас в средней полосе России тоже в августе и сентябре начинается сезон поедания бахчи. И я считаю, что выкидывать такое удобрение в мусорку – настоящее преступление. Корочки полностью перегнивают за осень и весну, насыщая почву у корней питательным гумусом. Видели бы вы, сколько компостных червей в такой земле? Они просто кишат. Ученые установили, что корки арбуза, перегнивая, замечательно восстанавливают запасы фосфора и калия в земле. Именно эти элементы являются основой для крепких кустов и крупной ягоды. Можно даже осенние минеральные удобрения не сыпать. Все, что нужно, кусты получат из корочек. Также в арбузных корках содержатся не менее важные элементы питания, такие как магний, серый и натрий. А на вопрос, сколько класть под куст, отвечу так – чем больше, тем лучше. Главное, не забудьте в конце сезона присыпать все это дело перегнойчиком или торфом. Это нужно для того, чтобы ускорить процесс перегнивания корок. Теперь вы знаете секрет хорошего урожая смородины. Делитесь и вы своими секретами в комментариях. Будет очень интересно почитать мне и всем гостям и подписчикам нашего канала. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok